Девушки отдыхают Когда вы понимаете Слово в эти сферы жизни, насыщаетесь Словом Божиим. Начните слушать проповеди, в которых звучит Слово Божье, в которых есть зерна истины, которые обмолачиваются, и вы начинаете видеть самую суть, вы видите и получаете откровение. Когда Слово Божье проникает в ваше сердце, в вашей жизни непременно проявляется урожай. То, как вы слушаете Слово Божье, какой мир и отмеряете, той же мирой вы получите. Аллилуйя! Надеюсь, вы рады возможности принять сегодня Слово Божье. Слава Богу! Слава Богу! Когда в вашей жизни есть Слово Божье, смерть не сможет вас одолеть. Разложение не сможет вас затронуть. Семя Слова Божьего вас сильнее всех этих вещей. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Друзья, наша единственная задача принять Слово, и это Слово само сделает всю работу. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Я хочу поделиться с вами тем, что Господь лично открыл Своим ученикам. Он поделился этой истиной публично, во всеуслышании, однако она была столь драгоценна для Него, что Он сказал Своим ученикам. Я поведал эту истину иносказательно в виде притчи, потому что это истина о том, как устроено Царство Небесное. Очень сокровенно. Я не хочу, чтобы ее услышали люди, которые ее не оценят. Я хочу, чтобы ее приняли жаждущие люди, чьи сердца открыты для меня. Давайте прочтем эту притчу. Это самая важная из всех притч. «Выйдя же в день, тот из дома Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа так, что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами». Здесь впервые в Своем служении Иисус учил притчами. К примеру, в Евангелии от Матфея, включая Нагорную проповеди, Иисус говорил прямо. «Теперь Он же начал учить притчами, говоря, «А вот, а вышел сеятель сеть, и когда он сеял, иной упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали том, иной упала на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать». Вот это да. Прочтем еще раз. «Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат». Разве нам не хотелось бы стократного урожая вместо шестидесяти или тридцати крат? Я уверен, что это также иллюстрация последствий того, что Слово Божье попало в добрую землю. Сначала вы получаете урожай в тридцать крат, затем шестьдесят, а затем и в сто крат. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Это очень важно. Эта фраза звучит в этом отрывке несколько раз. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Аллилуйя. Теперь Иисус пояснит Своим ученикам, почему Он говорит с народом притчами. «И приступив, ученики сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что имеет». Позже мы ответим на этот вопрос, что значит «кто имеет, тому дано будет». Итак, сеятель сеет виды почвы, четыре вида почвы, символ нашего сердца. Иисус говорит о четырех типах сердец, но отношение только одного из них приведет к обильному урожаю во сто крат, или же в шестьдесят и тридцать крат. Скоро я о нем вам расскажу. Что же сказал Иисус об этой притче ученикам, которым, по его словам, дано знать тайны? 18 стих. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле, ко всякому слушающему Слово о Царстве и не разумеющему. Это те люди, которые слушают Слово, но не понимают Его. Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце Его. Вот кого означает посеянное при дороге». Такие люди слушают Слово Божье, но не хотят в Него вникать. Они не просят Бога о мудрости и не ищут Господа, Который может открыть им значение Слова. Бог говорит, что такие люди становятся добычей врага. Библия говорит нам в Иоанна 10.10 Следующие слова. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это слова Иисуса. Вы обратили внимание на последовательность? «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Сначала украсть, затем убить и погубить. Что он крадет? Слово Божье. Как вы думаете, почему из всего, что вор мог бы украсть, он крадет именно Слово Божье? Вы думали, что он хочет украсть ваше здоровье, ваше отношение с вашими супругами или детьми? Нет, друзья. Враг знает, если он украдет у вас Слово Божье, ему достанется и все остальное. Все это уже последствия. Это урожай, который вы понижаете, принимая Слово Божье в свою жизнь. Дьявол знает, когда он похитит из вашего сердца Слово Божье, вам нечего будет воспроизводить, потому что вся сила в семени. А семя — это Слово Божье. Аллилуйя. Дьявол приходит, чтобы украсть Слово. Он очень боится, что вы примете Слово Бога. Он настолько боится, что его главная задача — украсть Слово Божье из вашего сердца. Но, слава Господу, мы читаем, дьявол не может украсть у тех, кто понимает. К тем, кто не понимает, приходит вор и похищает Слово из их сердец. Так что нам нужно понимать Слово Божье. Аминь. Следующий стих «Опосеяно на каменистых местах» означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его. Эти люди слышат проповедь Слова Божьего и говорят «прекрасное учение». Мне так нравится. Аминь. Аминь. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Дьявол не может украсть Слово из вашего сердца, потому что вы его понимаете. Тогда он действует по-другому. Он всеми силами старается устроить какие-то проблемы или гонение за Слово. Вы заметили? За Слово. Дьявол охотится на Слово и старается убедить вас, что это ложь. Ты не можешь верить этому Слову. Смотрите, какие возникли обстоятельства, проблемы и какие возникли гонения. Но, пожалуйста, не поддавайтесь этому. Ведь Библия говорит, что такой человек принимает Слово с большей радостью, однако в нем нет корня. Он не постоянен. Когда приходят скорби или гонения за Слово Божье, человек опускает руки. Он сдается, потому что в нем нет корня. Слово Божье не приносит плода в его жизни. Третья категория. Опасеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего. Вы заметили? Посеянное на доброй земле – это Слово в доброй почве сердца. Такой человек слышит Слово, принимает и понимает его. Который бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Что мы здесь увидели? Что именно помогает человеку получать в своей жизни сто кратный урожай. Одно и то же Слово Божье попадает в разные типы сердец, в разные почвы. Это одно и то же семя – Слово Божье. Все слышат одно и то же Слово. Во времена Иисуса Его проповеди слушало множество народа, но есть четыре типа сердец. Есть люди, в которых Слово словно сеется у дороги. Вы обратили внимание, что эти люди всегда в стороне, а не в центре. К примеру, в воскресенье они слушают проповедь Слова Божьего онлайн, но, включив проповедь, они занимаются другими делами или смотрят в телефон, семя Слова падает у дороги. Люди слышат Слово Божье, но они абсолютно не понимают его. У вас бывали такие моменты, когда ваша жена что-то вам говорит, однако ваш разум в это время заняться всем другими мыслями. Жена говорит вам, «Ты меня не слушаешь», и тогда вы повторяете самую последнюю ее фразу. Вы слышали, но не слушали. Бог не один раз повторяет в этом отрывке, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Слышать очень важно. Прежде всего, вам нужно услышать и при этом не оставаться в стороне и принять Слово Божие. Вот что еще говорит в своей притче Иисус по поводу слышания. «Есть ли кто, имея души, слышит, да слышит». Он снова делает на этом ударение. «Есть ли кто, имея души, слышит, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите». Мы все хотим слышать Слово Божье, потому что Слово Божье — это нетленное семя. Слово Божье нас восстанавливает. Слово Божье воскресило Иисуса из мертвых. Аллилуйя! Слово человека — не такое нетленное семя. Человеческие слова могут приносить или не приносить плоды. Однако Слово Божье принесет в вашу жизнь подлинные плоды. Поэтому замечайте, что слышите. «Какой мерою мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим». Это стих из Евангелия от Марка. Слово, притча о сеятеле встречается в трех Евангелиях. А Матфея, Марка и Луки. В Евангелии от Иоанна ее нет. И во всех трех Евангелиях есть разные пояснения по поводу сеятеля и семени. В одном случае, а именно здесь, в Евангелии от Марка сказано, «Замечайте, что слышите». А у Луки сказано иначе. Иисус сказал о двух вещах, но Марк сделал акцент на том, что вы слышите. А вот что сказано в Евангелии от Луки. «Итак, наблюдайте, как слушаете. Ибо, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Мы нашли пояснение к тому, о чем говорили. «Кто имеет, тому будет дано еще больше». Теперь мы видим речь о человеке, который готов слушать, чье сердце готово услышать откровение Слова и понять это Слово. написано, «Замечайте не только, что слышите». Сам объект слышания – Слово Божье. Но также замечайте и то, как вы слушаете его. Как вы слушаете Слово? Аллилуйя! «То, чье сердце открытое и готово слушать Слово Божье, получит еще больше». Скажите «больше». Вам будет дано еще больше. Скажите «мне будет дано больше». Больше. Аминь. Затем сказано, что у того, чье сердце не готово слушать, отнимется даже то, что он имеет. Мы знаем, кто отнимает все это. У него отнимется и то, что он имеет. Для нас очень важно это понимать, потому что важно и замечать, что мы слышим и как мы это слушаем. Очевидно, Иисус упомянул об обоих этих моментах, однако Марк записал только первый Аллука, а второй. Иисус сказал, «Замечайте, что слушаете, и как вы это слушаете». Давайте вернемся к Евангелию от Марка. «Замечайте, что слушаете, и как вы слушаете». Какая у вас мера? Если у вас тридцатикратная мера, вы уделяете тридцатикратное внимание, тридцатикратный фокус, посвящение, такой мерой вам и будет отмерено. Вам будет отмерено той же мерой, какой мерите. Какой мерой мерите, такой вам и будет отмерено. С тридцатикратной мерой вы и получите тридцатикратную пользу. Это будет тридцатикратная добродетель, тридцатикратное откровение, тридцатикратная мудрость и тридцатикратный урожай. Над каким бы стихом вы не размышляли, К примеру, стихом об исцелении вы получите исцеление в 30 крат. И не потому, что такова воля Божья. Если вы слушаете Слово на 100%, такой же мерой получите. Я уделяю Слову Божьему 100%. Внимание, не отвлекайтесь, друзья. Старайтесь каждое воскресенье уделить время Господу. Это удивительно, как дьявол побуждает вас заняться всем тем, что вы не сделали за неделю. Именно тогда, когда вы будете слушать Слово Божье, дьявол начнет вам говорить, «А помнишь, ты еще не прочел вон ту книгу и вот эту? Кстати, ты забыл созвониться с другом? Смотри-ка, на твой телефон пришло сообщение». Порой кажется, что весь ад выходит на свободу, когда вы собрались принимать Слово Божье. Это настоящая война, сосредоточиться на Слове Божьем. Многие вещи пытаются помешать вам услышать его Слово. Дьявол очень боится. Да, он боится, что вы примете Слово Божье. Он знает, что его влияние и сила в какой-то из сфер вашей жизни будут разрушены, поскольку Слово сильнее его. Замечаете, что слушаете и как, и с каким отношением. Какой мерой вы мерите? Уделяете ли 100% внимания? Или только 60? Или 30? Такой же мерой будет отмерено вам. Другими словами, когда вы уделяете 100% внимания, вы получите 100-кратный урожай. Вы получите абсолютный урожай, абсолютные результаты и абсолютную плодотворность в своей жизни. Аллилуйя. Я хочу, чтобы так и было, и многие из вас тоже. Но помните, вам будет отмерено вашей мерой. Как вы слушаете? Об этом и говорит Иисус. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет. У того отнимется и то, что он думает иметь. Затем Иисус рассказал еще одну притчу и сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Мне нравится. Человек сам не знает, как оно растет. Он просто бросил семя в землю, а затем спал ночью, а утром вставал. То есть, жил своей обычной, повседневной жизнью. Как это семя всходило и росло, он не знает. Как мы помним, Иисус сказал, что земля — это наше сердце. Сегодня есть много разных способов слушать Слово Божие. Изучая Слово Божие, вы слушаете его внутренним слухом. Вы слушаете даже если читаете. Вера от слышания. Не только физического слышания. Читая, вы тоже принимаете Слово, но многие люди принимают Слово, слыша его физическими ушами. Притча, которую я сейчас прочел о человеке, который слышит и говорит, или читает Слово Божье, и благодаря этому контакту, Слово проникает в его сердце. Бог говорит, что этому человеку не нужно обеспокоиться о том, как растет это семя. Он не знает, как. Все, что им нужно делать, убедиться, что он слышит и слушает, расположив свое сердце к тому, чтобы принять и понять это Слово. Библия говорит, что с таким отношением он может ложиться и вставать, жить обычной жизнью, и урожай не заставит себя ждать. Семя прорастет. Человек и сам не знает, как. Мне это нравится. Порой люди говорят, нам нужно знать, как происходит процесс. Нам нужно осмысливать все эти вещи и играть свою роль, содействуя Богу. Друзья, наша единственная задача — это принимать Слово. Слово само делает всю работу. Однажды я читал какой-то отрывок, и вдруг Библия сама открылась на стихе в книге Левит, где сказано, «Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто». Таковы были законы в те времена. Если читать предыдущие стихи, то в них вы увидите, что речь здесь идет о трупах ящериц или же каких-либо других рептилий. Если какая-то часть трупа, такой рептилий, попадает на семя, которое сеют, семя остается чистым. Этот стих меня озадачил. Вы что-то поняли? Я ничего не понял, но когда стал размышлять, Бог открыл мне глаза, и я наконец-то кое-что увидел. В этом стихе Бог говорит о трупе, символе разложения смерти. «Если часть трупа попадет на семя, которое сеют, семя останется чистым». Это значит, что смерть и разложение не смогут пересилить жизнь воскресения, заложенную в этом семени. Эта жизнь сильнее разложения и смерти. Аллилуйя! Эта жизнь поглотит смерть. Аллилуйя! Когда в вашей жизни есть Слово Божье, смерть не сможет вас одолеть, разложение не сможет вас затронуть, потому что семя Слова Божьего в вас сильнее их. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Разве не прекрасно, что вы быстро пробегаете некоторые стихи в Слове Божьем, но в какой-то момент Дух Святой говорит, «Стоп! Прочти еще раз! Бог открывает ваши глаза, и вы все понимаете». Здесь Бог показывает, что жизнь сильнее, намного сильнее, чем смерть. Смерть и разложение не смогут помешать этой жизни воспроизводить себя. Семя — это символ Слова Божьего. Аминь. Возможно, в вашей жизни есть нужда. Возможно, вам нужно оплатить какой-то счет, но у вас нет такой возможности. Возможно, прямо сейчас вы боретесь с каким-то симптомом в вашем теле. Друзья, проводите время в Божьем Слове. Принимайте Божье Слово в эти сферы жизни и насыщайтесь Словом. Начните слушать проповеди, в которых звучит Слово Божье, в которых зерна истины обмолачиваются, и вы начинаете видеть самую суть. Вы видите и получаете откровение. Когда Слово Божье проникнет в ваше сердце, в вашей жизни непременно проявится урожай. То, как вы слушаете Слово, какой мерой отмеряете, той же мерой вы получите. Аллилуйя. Вы рады возможности принять сегодня Слово Божье? Надеюсь, что это действительно так. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус, спасибо. Если вы никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, тогда помолитесь вместе со мной от всего сердца, где бы вы сейчас ни находились. Скажите, Отец Небесный, спасибо, что Христос умер на кресте за мои грехи, и ты воскресил Его из мертвых для моего оправдания в Нем. Спасибо, Отец. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель. Благодарю Тебя, что с этого момента моя жизнь — это жизнь благоволения, святости и праведности с Тобой. Благодарю Тебя, Бога Отец, что это жизнь победы и триумфа во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Господу. Да, друзья мои, это свершилось. Прямо сейчас во имя Иисуса ваша жизнь стала другой. Слово Божье проникло в вас, и вы родились свыше. Отныне вы не живете небесной жизнью. Слава Господу Иисусу. Аллилуйя. Поднимитесь, пожалуйста, церковь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы приняли Слово Божье. Мы выходим с радостью и провожаем с миром на этой неделе вас. Аминь. Пусть на этой неделе Господь благословит вас благословениями с 1 главы Ефесянам и 28 главы Второзакония. Они проявляются вашей жизнью на этой неделе. Пусть Он сохранит вас и ваших родных и защитит вас от вируса COVID-19, от всякой болезни и немощи, от всякой опасности и вреда. Пусть Господь сохранит вас от сил зла своей кровью. Пусть Господь осветит вас светом своего лица и благоволит к вам. Наслаждайтесь Божьим благоволением везде, куда бы вы ни пошли на этой неделе. Пусть на протяжении этой недели Божья благодать приведет вас в нужное место и в нужное время. Пусть Господь презрит на вас и ваших родных и дарует вам и вашим близким свой мир. Шалом во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Друзья, мы верим, что это послание послужит вам и укрепит в вере. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Поддержите наше служение, и это видео смогут посмотреть еще больше людей во всем мире и познать Божью любовь. Будьте благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok